Приветствую вас. Ну, предлагаю, что начать отвечать на ваш вопрос с того, что вы имеете полное право на свою мечту, вы имеете полное право на то, чтобы сейчас жить самостоятельно, вы имеете полное право на то, чтобы заниматься тем, что вам нравится. Правда, при условии, что вы будете сами себя обеспечивать, при условии, что вы будете сами зарабатывать себе на жизнь, и, собственно, скорее всего, вам придется сепарироваться от родителей. Они явно не понимают вас, они явно относятся к вам негативно, они явно думают только о себе в этой ситуации, когда вы уже, в общем-то, сами самостоятельно способны решать, что вам нужно, как нужно и так далее. Вот. То есть, вопрос здесь заключается только в том, может ли вы, если у вас возможность самостоятельно жить, если у вас возможность самостоятельно обеспечивать себя и самостоятельно обеспечивать свои потребности. Вот это вот, пожалуй, является самым главным. Потому что, если есть, то лучше, если есть, а вот если нет, то пока нет, вы вынуждены будете мириться с тем, что родители ваши вам указывают, указывают, что вам делать и так далее. Да, это неприятно, безусловно, но, к сожалению, так. Так что нужно понять, что, постараться, по крайней мере, понять, что ваши родители явно люди далеко не счастливые и не удовлетворенные собой и тем, что они имеют, тем, как они живут. И в результате этого у них есть явные проблемы. То есть, это люди, у которых есть серьезные трудности. Вообще, серьезные трудности у этих людей есть. И если вы эти трудности увидите у них, а я думаю, что вы способны это сделать. Я думаю, что вы способны увидеть трудности и трудности своих родителей. Вот. Вот. То вы перестанете относиться к ним вот так вот. Вы перестанете относиться к ним, ну вот, вот так относитесь к ним сейчас, да. То есть, предвзятно, скажем так. Вы будете относиться к ним немножечко проще, немножечко с пониманием и так далее. Да, ваш отец, он поступал совершенно неприемлемо, да, он вас бил и так далее. То есть, это безусловно абсолютно неприемлемо то, что он делал. И ему надо сказать, надо сказать, нет, никакого совершенного оправдания, вот, вашему отцу. Но, этого уже не изменить. То есть, я надеюсь, вы понимаете, вы понимаете, что изменить ситуацию с вашим отцом, вы уже не можете, потому что он вот такой. Он вот такой. И он не будет, на самом деле, другим, к сожалению, да, он не сможет быть другим. Он будет вот таким всегда, он будет таким всегда, ваш отец. И здесь нужно постараться только относиться к нему пониманию. Опять, здесь вам поможет, конечно же, такая позиция, что вы будете смотреть на него уже не с точки зрения ребенка, может быть с точки зрения взрослого человека, кем вы и являетесь сейчас вот на данный момент. И если вы будете смотреть на него вот в такой позиции, если вы будете на него смотреть вот именно в такой позиции, в позиции взрослого человека и попытаетесь его понять, как бы это ни было тяжело для вас, то ненавидеть вы его, конечно же, перестанете, потому что ненависть это, как бы, какое чувство, которое направлено на то, чтобы человек хотел улучшить объект, хотел быть вместе с объектом удовольствия, да, но не имеет возможности. И ненависть, она возникает тогда, как раз таки, когда у человека нет такой возможности, нет всего возможности быть вместе с объектом, объектом вот этого вот самого удовольствия. И из-за этого человек пытается этот объект уничтожить. У него появляется такое желание уничтожить объект. И ненависть это именно про это. Но ненависть еще и всегда про демонизацию. То есть вы демонизируете своих родителей. И, собственно говоря, приписываете им черты определенные, которые, ну, которые не всегда соответствуют реальности, да. Вот это вот то, что вам тоже нужно постараться понять, потому что это очень важный момент. То есть вам рекомендуется психоаналитическая работа с детско-родительскими отношениями и рекомендуется, значит, психоаналитические сессии. Это первое. Второе. Вы раздражаетесь, то есть испытываете агрессию, то есть довольно много воспринимаете на свой счет. И у этого тоже есть своя причина. Определенная причина. И я думаю, я думаю, что причина этого кроется в неуверенности в себе. И вам нужно постараться, именно постараться, сделать, постараться поработать так над собой, чтобы неуверенности этой у вас не было. И я думаю, что тогда, если у вас не будет неуверенности в себе, то вы сможете довольно легко не испытывать негативных эмоций из-за того, что... Родители, как так вам относятся? Плохо ли? Хорошо ли? Неуверенности. Вот. Вот. Значит, что еще я вам хотел сказать? Значит, родители дают вам такое понимание, может быть, счастье. может быть, вещи, связанных с успешностью и так далее. Такое понимание они вам дают этого, какое есть у них. То есть, вот какое понимание у них, какое вам дают реальность. И то, что оно у них отличается от вашего, это, конечно, печально, это, конечно, ужасно. Но с этим нужно мириться. Потому что по-другому скорее всего не будет. И нужно понимать, что ваши родители вот они, они такие, какие они есть, и другими они не станут. Поэтому, можно, конечно, их как-то, ну, можно их как-то пытаться переделать. Можно с ними бороться даже. Но к чему это приведет? Просто подумайте об этом. К чему приведет подобное позицию-то? Скорее всего, ни к чему. Скорее всего, ни к чему. Потому что родители все равно будут продвигать свою модель поведения. Родители все равно будут действовать так, как они считают правильным, а не вы. И, собственно, в этом их вряд ли кто-то способен переделать. Вам же нужно, на мой взгляд, заботиться о себе. Вам же нужно, на мой взгляд, беспокоиться о своей жизни. О том, чтобы у вас все было хорошо. И в этом контексте, конечно, можно вести речь именно о самостоятельности. Как, о необходимом условии для того, чтобы у вас все было в порядке, для того, чтобы вы смогли реализовать то, что у вас есть. То есть, чтобы вы могли, значит, заниматься любимым делом. Что касается того, как повысить уверенность в себе, то это определенная работа. И я думаю, что эту работу не нужно вам сейчас здесь высказывать, рассказывать, как нужно работать за собой. Я думаю, что вы, если решите заниматься психологом, а это необходимо для вас, чтобы был эффект. Если вы решите заниматься психологом, то, на мой взгляд, довольно быстро вы увидите результат. И при регулярных занятиях с психологом у вас появится, опять же, больше уверенности в себе. Реальная уверенность в себе будет, потому что вы будете работать над собой, будете узнавать новые вещи о себе. И, в общем-то, эти новые вещи о себе, они помогут вам по-другому посмотреть на мир. Они помогут вам по-другому взглянуть на ситуацию вокруг вас и на других людей. Ну и, в заключение, мне бы хотелось сказать так. Не всегда мотивы людей идут в созвучии с их поведением. То есть, человек может, в принципе, хотеть чего-то одного. Человек, в принципе, может хотеть каких-то определенных вещей, но при этом он может неправильно это реализовывать. Он может неправильно так стараться, это претворить в жизнь. И в этом нет его вины. Просто вот так получилось. Что-то что-то поделать. И я думаю, что в этой ситуации, вот у вас именно такая ситуация, то есть у вас тут ситуация, когда родители, пытаясь вас подавить, свято верят в то, что помогают вам. Это пойдет вам на пользу, хотя в действительности, конечно же, это не так. Вот. Но объяснить это своим родителям, объяснить именно это, вы не сможете. А можно это сделать, да, вот как донести до них свою мысль, да, как донести? Можно это сделать только через продвижение своей линии поведения. Вот будете, если продвигать свою линию поведения, будете, если стремиться к тому, что нужно именно вам на зло, и если будете работать с психологом, то вы сможете добиться реальных результатов в своей жизни. И вряд ли вас будет беспокоить и мнение родителей, у которых свое восприятие мира и вообще свои точки зрения на то, что происходит. И, собственно, на других людей. Что касается депрессии, то ежедневных, именно ежедневных депрессий не бывает. То есть депрессия – это заболевание, это психическое заболевание, вот, и оно диагностируется врачом. Подумайте сейчас пока о том, как вы могли бы сепарироваться от своих родителей, если не отдельно, вот. Это поможет вам начать решать проблему, если, конечно, вы над целями на ее реальное решение. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok